Итак, друзья, всем привет! Мы продолжаем, извините за такую продолжительную паузу, сначала сборы, потом многочисленные переезды, но мы не остановимся, продолжаем ретроспективу выпуск экспресс Аташе, и сейчас у нас Мурат Латипов, экспресс Аташе Махачкалинского Анжи, но он работал в сборной России, поэтому большая часть беседы будет посвящена именно этой теме. Вы не пожалеете, обязательно посмотрите, очень интересно, очень содержательно. Если тебе человек улыбается, то он реально улыбается по-настоящему, а если не улыбается, беги! Не потому что я такой капитальный красавчик, понимаешь, хотя может из-за этого. Итак, добрый вечер, это очередной выпуск вечернего Матташе, можно сказать, или, как мы называемся, от Аташе Слышу, и сегодня от меня будет слушать Мурат Латипов, известный и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, я надеюсь, журналист. Здорово, мужик! С первого раза! Я, наверное, должен тебя называть Мурат Ахгубекович, очень сложно произносимо. Прочитай еще раз, пожалуйста, сообщай этот отчество. Мурат Ахгубекович. О, сейчас молодец, да. Давай просто по отчеству, хорошо? Ахгубекович? Хорошо. Тяжело тебе будет, давай по имени. А, кстати, ванжи тебя не называли так? Все-таки принято по отчеству в футбольных клубах, нет? Нет, мне бы говорили, слышишь ты, сюда подойди-ка. Вот, но я хочу сразу сказать, что я бы, наверное, к тебе на вы обращался, но ты разрешил на ты, поэтому... Я не то, что разрешил, я категорически требовал. Ну, прекрасно. Извини, я по традиции чай буду пить, поэтому... Да не вопрос. Я сейчас, наверное, ничего налить себе не успел. И вот первое, что я хотел бы спросить, были ли у тебя какие-то кризисные ситуации, когда ты был пресс-атташе, о которых ты, может быть, сейчас можешь рассказать, и как ты их вообще разруливал? Что, манжи? Да. Они были постоянно. Ну, не секрет же, что нас там за выскочек считали и постоянно пытались, начиная от той самой истории, когда мы играли на стадии «Локомотива», и там весь просто, весь матч опускали болельщики «Локомотива» нас, там, начиная от самых добрых слов и заканчивая самыми добрыми словами. Ну, такое было постоянно, поэтому тут ничего с этим не поделось. На тот момент, да, очень много раздражало, наверное, людей в футбольных клубах. Знаешь, у нас какая история была? У нас... Мы на слухи никогда не реагировали. Это вот было железное правило, которое вот я пришел, спросил, как нужно работать, сказали. Никаких слухи не реагируем. На слухи всегда самая официальная информация, и, естественно, все, прежде чем она доходила, там, до болельщиков, коллег, там, все по пирамиде, от руководства и вместо. Но основная задача, основная задача на критику отвечать с улыбкой. Ну, а юмор какой-то вы могли себе позволить? Ну, да, да, вот ты же слышал не разу, да, но все болельщики слышали, там, русские вперед. Да, да, да. На стадионах кричат же русские вперед, правильно? Ну, вот наши креативные болельщики из Дикой дивизии, там, еще и из других фирм, они вывесили баннеры русские вперед, и на баннере были там Смолов, Жирков, остальные, русские говорили, что игроки АНЖ. Вот так мы старались отрабатывать. Если нам кричали дурак, сам дурак мы старались не говорить. Ну, смысла нет, это ввязываться. Давай начнем все-таки с того, вообще, как ты попал в спорт. Я знаю, что по образованию у тебя вообще финансы и кредит, и как ты попал в журналистику. Что, приходилось кому-то заносить? Как всегда, случайно. То есть, все, в большинстве случаев, все это случайно происходит. Это еще с муза. Просто мы делали выпускные вечера для тех, кто был старше выпускников. Ну, они, естественно, нас потом приглашали к себе, там, в узкий круг. И я там отрывался. Однажды был там оператор из телевидения, они пригласили, чтобы он подснял, а он думал, что я выпивший. Я говорю, старик, нет, я не пивший. Он такой, о, слушай, а хочешь попробоваться у нас? Я говорю, давай, а вот там, это, с 96, ты не помнишь, с 95-96 года я вот попал три раза на телевидение. Ну, я ввел там рубрику «Альма-Матер», в программе «Нет проблем». Но это была топовая программа. Не «Альма-Матер», а «Нет проблем» была топовая программа. Вот, затем, как он же начал уже показывать результаты, я уже сделал там собственную программу, там, футбол экспресс, кажется, да. И вот раз в неделю выходил там со стадиона «Динамо», с микрофончиком. Где-то даже мне кто-то из друзей видео прислал, порадовал старика. А вот первый раз на футбол в Дагестане ты попал как журналист или все же как болельщик? Слушай, вот это классная история. Первый раз я попал как болельщик на стадион «Динамо». Играла «Динамо» на «Хачкала» и «Растельмаш», как сейчас помню. В общем, суть в чем, я запомнил у нас всю жизнь почему-то, я не помню, это первый матч был или какой-то еще. Я как болельщик пришел, то есть пацан, и объявляют составы игроков, команд, короче, и в «Растельмаш» был такой игрок Папандополо. Или Папандополо, ну, Папандополо, кажется. И весь стадион там просто от этой фамилии ухахатывался, понимаешь? В итоге мы, кажется, проиграли 1-4, и три голландом кто забил? Папандополо? Это было круто, да, это было ржак. А ты говорил, что когда ты попал только в Москву, какие-то были вопросы к твоему акценту и были проблемы? Слушай, они сейчас есть. Но все же, как тебе взяли, когда это все было? Ну, взяли как. Сказали старичок, хочешь попробовать, новый канал открывается. А я как раз гнал материал из Дагестана, хочешь попробоваться? Я говорю, давайте. То есть я попал на матч там «Динамо» с кем-то. И вот это была первая история. Я попал на матч в «Динамо» с кем-то. И там как раз я приехал как стажер с губерниевым, представляешь? Вот такой низкий парень. Я на него вот так смотрю. И, в общем, он там то ли ручку забыл, я ему ручку дал, короче. Он там писал текст там или там, я не знаю, отмечал, кто голы забил. Счет не помню. А потом он мне ее возвращает. Я говорю, ну, ты что, оставь себе. И вот периодически Дима мне об этом напоминает. Ну, я сам уже сделал параллельно материал, привез. А у меня на тот момент был генеральный директор канала. Руководитель канала был Василий Александрович Кикнадзе. Вот он посмотрел, он сказал, имеет право быть. Тут же подошли люди и сказали, Василий Александрович, а не у акцент. И вот за эти слова, за этот ответ я благодарен. Я, наверное, ему уже рассказывал. Благодарен ему там до глубины души. Он сказал, канал российский имеет право быть. Все, вот с тех пор, пока я работал на телеканале «Спорт», по поводу акцента мне никто ничего не говорил. Пока там был Кикнадзе, в смысле. Но ты говорил, что если бы подобная ситуация случилась прямо сейчас, то тебя бы не взяли уже, да? Да, однозначно ты что, сказали бы старичок. Ну, как старичок? Да, в принципе, на тот момент, где я уже был старичок. Сказали бы, давай разворачивайся и геть отсюда. Ну, давай уже перейдем тогда к работе на ВГТРК. Было, насколько я понимаю, два чемпионата мира, два чемпионата Европы. Что вот сейчас, спустя года? Три чемпионата мира. Три чемпионата. Восемнадцатый. Ну, это уже чуть-чуть другое, нет? Ты все-таки не журналист. А, ну давай, да, согласен. Да, вот в качестве журналиста, что тебе запомнилось из этого периода? Африка. Даже не первый чемпионат мира, ты в шестом в Германии, а вот Африка. Африка – люди. Потому что, ну, приезжаешь из Москвы, где все такие прошаренные, продуманные, а ты приезжаешь в Африку, и если тебе человек улыбается, то он реально улыбается по-настоящему. А если не улыбается, беги, понимаешь? Беги. Такая история. А у нас эта фальшивая улыбка, это там… Ну, в России, к счастью, меньше, чем в Европе. Я, честно, очень не люблю, когда вот спросить, как дела ради того, чтобы спросить это, ну, не знаю. Ну, да, да. Ну, а ты попадал там в какие-то истории? Там говорили, что тоже опасно было. Ездил ли ты в какие-то криминальные районы? Да. В общем, у нас был водитель-охранник. Слушай, тут такая история, что все удивляются. Я до сих пор не знаю… Я не горжусь этим, честное слово. Я не знаю иностранных языков. Ну, для меня русский и иностранный, я его знаю более-менее. А так английский и так далее, ну, нет у меня. То есть я за месяц в Африке выучил больше, чем за четыре месяца, где я ходил там на курсы. В общем, какая история там? Мы там ломаным руками, где нужно, где можно… Я объяснил ему, говорю, Питер завалил. Давай, говорю, поедем, у вас фавелы же есть. Он говорит, в смысле фавелы, не понял. Я говорю, ну, есть же у вас место, где… Где черные… Сами черные местные не ездят. Он говорит, есть. Там, оказывается, жили эти беженцы из Нигерии, кажется. Так вот, он сказал, я не поеду. Представляешь? Он говорит, я не поеду. Что хочешь делать, я не поеду. Я говорю, почему? Давай рванем. Он говорит, не поеду. Во-первых, я за вас отвечаю. А во-вторых, у меня, говорит, жена и ребенок есть. То есть он за себя тоже побоялся. Ну, надо дать ему должное. Он привез нас к себе в село, где не ступала ни одна нога белого человека. Ну, если можно сказать про меня, белый. Белого человека. То есть это была запоминающаяся такая история. Ну, я часто об этом говорил. Ну, я не знаю, там, в приватных беседах. В двух-трех интервью, которые выходили за всю жизнь. А вообще, ты как считаешь, ты тот человек, у которого нужно брать интервью? Сам бы ты у себя, если так можно сказать, взял бы интервью? Взял бы. Взял бы, сказал бы. И первый же вопрос сказал бы. На вашем месте я бы интервью не давал бы. Я согласился бы. Ну, Африка, понятно, там свой колорит, да. Но вот, а что касается чемпионатов Европы, здесь что бы ты вспомнил? А, ну, конечно, этот. Ну, про 2008 говорить смысла нет, да. То есть мы с Афгарной практически жили там. Это было классно. Матч с Голландией, к счастью, я вообще не смотрел на стадионе. Потому что матч был в Швейцарии, а мы были расквартированы в Австрии. И мы нас в Швейцарию не пустили. То есть не было каких-то аккредитаций специальных, дополнительных. А, да. И мы толпой, вот на две бригады съемочные, мы рванули в Италию на двух машинах. И мы матч России-Голландии смотрели в какой-то таверне итальянской. И потом, насколько я помню, там наш Вячеслав Медведев, у нас оператор есть. Монстр просто, капитальный. Он так радовался, что я даже сам удивился. Неужели так можно радоваться, понимаешь? И потом нам там всем аплодировали, что мы голландцев наказали. И вроде даже там что-то от себя потом еще и хозяин ресторана. Что-то от себя сделал. А голландцы были там в этом ресторане? Не, не было. Да там практически, там то ли Триестер, я не помню, город. Короче, где-то там. Народа было мало. Ну, это и Италия, все равно тоже по телевизор смотрели. Ну, кому интересно была Россия, Голландия? А 2012-е, это, конечно, то, что я на чемпионат Европы вообще попал случайно. Не хотели брать из-за акцента уже новое руководство. Я поехал как редактор. Спасибо некоторым людям, которым меня туда пропихнули, скажем так. Сделал два, три, два или три эксклюзивных интервью. Потом наши вылетели. И все. А нас уже на месяц приезжали. И вот. А я уже был, я уже ушел. Я был уже в Анжи. Словно говорят, после окончания чемпионата Европы я переходил в Анжи. И я вот, я до сих пор воспринимаю такую сатисфакцию. За девять лет работы на канале, я потом месяц бездельничал на чемпионате Европы, понимаешь? Ну, там ребята работали. Это в кайфе. Ну, работа в кайфе. А я еще и в кайфе не работал. А скажи, ты так, на мой взгляд, легко находишь подход к самым разным людям. И знаменитым, и простым. Вот, может, у тебя какие-то секреты есть? Вот, как сейчас он говорит, лайфхаки какие-то. Я, честно, не знаю. Ну, наверное, не знаю. Честно, не могу тебе сказать. Не потому, что я такой капитальный красавчик, понимаешь? Хотя, может, и за это вот. Умничаю я, короче. Я не знаю, Саня. Я не знаю, что тебе сказать. Ну, вот, знаете, я недавно задумывался. Я не знаю, есть какое-то биологическое объяснение или нет. Но вот чувство имора, откуда оно берется? Я, честно, сам не знаю ответа на этот вопрос. Вот ты считаешь, у тебя как оно... Ну, слушай, если спросить у Аршайна, у меня его нет, понимаешь? То есть чувство имора. Поэтому, ну, смысл. И даже Кокора, кажется, недавно тоже. С чувством имора быть, я, говорит, все, завязываю, пошутел. Я неудачно пошутел, в общем-то. Так что... А, то есть он, наверное, не засмеялся, да, после этой шутки? Нет, он просто написал под одним из видео, что это... Короче, не твое это юмор. Ну, кстати, вот переходя к Кокорину, я так понимаю, что вы познакомились еще до Анжи и где-то это... Наверное, на игре сборная была, да, я так понял. А Кокорин это кто? Четкая шутка, да, сейчас все ржутные? Я думаю, ты можешь сейчас пошутить, почему матч Сочи-Ростов под угрозой. Слушай, знаешь, какая шутка сейчас гуляет? Матч Сочи-Ростов специально, короче, внутренние органы специально отменили, чтобы Мамая с Кокорином не встретились и Сочи не разнесли, понимаешь, что такое? Ну, вот давай все-таки про Кокорина, как ты говоришь, шутки шутками, но как вы вообще начали общаться? Я тоже, когда ты приезжал к нам в расположение команды, заметил, что очень хорошо у вас. Да, мы просто друзья по переписке, понимаешь, он сидел там, я ему там писал, он мне отвечал, я говорю, чай есть нормально, он говорил, есть. Не, ну, конечно, я и раньше его знал по сборной, там, в махровые годы, а потом еще он же в Анжи у нас был. В Анжи у нас он был всего месяц, нет, два месяца, ни один матч не сыграл, он там восстанавливался после травмы. Насколько я знаю, зарплату за один месяц получил, так что Саня поставится там, было бы неплохо. А ты, кстати, не участвовал в переговорах, не ты его звал в Анжи, нет? Это была хорошая шутка, да. Нет, не ты? Не-не-не, всяк сверчок знает, там, как там, слось чисток. Но когда он пришел, он как тебя увидел? О, Мураты или не было? Нет, он не сказал, он сказал, о, Мураты. Да я не помню, Сань, ну, я не помню, реально, ну, сколько, 10, 7. Я же его знал и раньше, понимаешь, что-то. И я не помню, когда первый раз там этого увидел, ну, нет памяти. Я помню, как и Карлоса увидел, потому что я его встречал. Да, вот давай про это расскажем, то есть более-менее понятно, как ты там в Анжи попал, а вот... Ты, может, кому-то это интересно? Не знаю, мы тут голосование пока не можем провести. Давай, знаешь, то есть ты, может, про встречу Роберта Карлоса не так интересно? Давай, если ты не против про его детей, были ли какие-то шутки там? Про детей шутили, конечно. Я даже помню, что на один из сборов приехала жена, или привезли его ребенка. И нам запрещали снимать его, потому что то ли он официальный, то ли неофициальный. Я не помню, конечно, это было, но запрещали снимать, но потом он где-то, потом эта информация уже всплыла, и сейчас я об этом ничего не могу говорить. Было такое, приезжал внебрачный сын вам. А он всех их знал, то есть он всех знает, кто где живет, да, с ними в контакте? Ну, и насколько я знаю, все с ним живут, кроме вот одного, кажется. Ну, я, честно, я давно уже не был общением, я не знаю. Ну, а от общения вот с такими величинами футбольными, как Роберто Карлос, Самой Летоу, у тебя вообще какие-то впечатления остались, что тебя, может, поразило в их поведении? Ну, это два разных человека абсолютно. Робик типичный бразилец, такой кайфарик, получающий удовольствие и от жизни, и от футбола, и вообще от всего, что угодно мог выкинуть. А Сэм, он другой, он политик, да. Он, как тебе сказать, он с любым человеком на любом уровне разговаривал с равным, как с равным. Он мог с шестилетним ребенком разговаривать, как с равным, и там с президентом клуба разговаривать, как с равным. То есть он всегда знал, что сказать, как сказать, но он не зря был капитаном. Давай поговорим про Хидзенко, я вообще не могу про него не спросить. Давай. Ты рассказывал, что была какая-то ситуация, когда сразу после финального свистка ты начал его снимать, ему это не понравилось. Не-не-не, чуть-чуть не так. Вот команда, я не помню, то ли у ЦСКА, то ли у кого-то выиграла команда. И Хидзенко первый ушел по трибунное помещение в раздевалку. И я оператору говорю, пошли, пошли. Потому что кадры, где команда празднует успех, но там еще камеры будут. Я говорю, пойдем быстро-быстро снимем. И вот он сидит один, никого в раздевалке нет, и его снимает оператор, короче. И мистер поворачивается и говорит, вы что меня снимаете? Оставьте меня в покое. Вы что, может, вы еще мои яйца снимите? Я у меня глаза на лоб, я от него не ожидал. Я оператору говорю, ах так, короче. Я говорю, выключай камеры, поворачивай их с тени, не снимай больше ничего. Ну, я честно скажу, я обидел. Я не понял и, наверное, обиделся, так правильнее будет сказать. Так честнее будет сказать. Ну, как так? Ну, команда выиграла, не проиграла. К нему близко никто не подходил. Лиздали, снимали, а такая реакция. Ну, мистеру можно было. В итоге потом, у него была такая привычка, мы в самолете, когда садились в самолет, он там уже все, объявлял, что сейчас самолет летит, он проходился по самолету полностью. Да. От начала до хвоста и обратно. Ну, я не знаю, привычка такая была. Так он шел, а я сижу с доктором, я так иду, вернее, он так идет, кто-то на меня опять посмотрел, он прошел. Сзади мне кто-то по плечу долбанул в это время. Я так поворачиваюсь, смотрю, мистер такой, такой на меня смотрит, что, говорит, ты на меня обиделся? Я говорю, нет, мистер, не обиделся. Он говорит, точно? Я говорю, точно, мистер. Я тебе спрашиваю, точно не улыбаться начинаю? Ну, я тоже уже улыбаться начинаю. Я говорю, да нет, мистер, все нормально там. Ну, меня отпустило, короче. Ну, молодец, давай, не обижайся, короче. Повернулся, я повернулся, и вот я говорю, как дал мне по спине еще раз. Ну, реально, не ожидал. Я на него смотрю, он говорит, смотри, говорит, не обижайся, короче. И ушел. Вот с тех пор, как говорил мой коллега, мой очень уважаемый человек Глюха Казаков, мистер проверял всегда. Он проверял, кто у него в команде. Он всегда такой, он вызывал на эмоции и проверял, что это. — А что это значит «проверял»? Как ты это можешь объяснить? Вроде понимаю, но не до конца. — Ну смотри, известный тоже факт. Был конфликт с Жильковой. Мистер сказал, что в 7 часов вечера я вас жду в фойе, спускайтесь вниз. Они спустились, а он сам не пришел, он пришел позже. То есть он психолог, он давал эмоции и вводил их в нужное русло. Правильно. То есть пока он пришел, они уже там с Эмом, с Жиром между собой разобрались, там руки пожали, то есть такая история. Но меня в это время не было, это мне рассказывали те, кто был в команде. — Да, интересно. А ты можешь сказать, что ты чему-то научился в плане психологии? — У мистера — да. Была история такая, что нас грохнул Терек, на тот момент Терек, а там же принципиальный матч, Дерби получаешь? — Да. — Получается. И там все просто сейчас думали, сейчас разнос будет. Все кричали. Никаких выходных. Все сейчас будете тренироваться до 85-го пота. И что делает мистер на раздевалке? Он говорит, ребята, всем 4 дня выходных. Все в шоке просто. Ну реально, все в шоке. Сыграли отвратительно плохо, еще 4 дня выходных. Это что такое? Потом, через определенное время, я его спросил, я говорю, мистер, вот помните такая история была? Он говорит, да. Я говорю, а почему вы так поступили? Он говорит, просто видишь, у вас взгляд зашоренный такой, как в лошаде. Вот так шор и жест. Вы не смотрите дальше. Я говорю, в смысле? Он говорит, смотри, команда проиграла. Эмоции негативные. Ужасные эмоции. И все знали, что сейчас будет наказание. Наказание какое? Безвыходных не пахать. А я что сделал? Я отпустил всех ребят по домам. Во-первых, это необычно для России. Во-вторых, через 4 дня все эмоции вскнули, и все друг друга рады были видеть, как никто. И к следующему матчу мотивация другая, и ребята по-другому выкладываются. Ну вот это для меня было откровением. А ты как думаешь, это у него заготовка такая? Или он знал, что сейчас, если так, игра сложится? Я думаю, это опыт. У него где-то, наверное, уже история была. Может быть, он применил ее здесь. Он же реально нас изучал. В России изучал. А психолога какого-то не было в команде? Зачем? Хотя да. Ну да, это правда. Не совсем, правда, его психология прокатывала, а так да. Вот скажи, для меня было главным открытием пару лет назад, ну, наверное, год назад, когда я услышал, что ты именно тот человек, который завел камеру в раздевалку Черчеса. Вот вообще как это было? С чего ты начинал? И стояла ли перед тобой такая задача? Или ты сам уже по ходу такой, ребята, сейчас я все организую, я это сделаю, вот у меня такая идея есть? Нет, задача не стояла. У нас была другая задача, когда меня приглашали, это вот побольше видосов интересных, то есть тренировок, интервьюшек, естественно, непосредственно. То есть много видеоматериала, но все понимали, что есть такие места, куда, ну, зайти невозможно. В раздевалку зайти после... Меня первое время даже в раздевалку не пускали, потому что, ну, это нормально. Я их всех знал, но меня в раздевалку не пускали, потому что в любом случае я новый человек. А первое время это сколько, скажи? Ну, я думаю, минут 15 где-то. Вот, знаешь, началось с чего? Началось с того, что я, как-то Илюха Казаков, он снимал, кажется, товарищеский матч у Слуцкого, а у них очень близкие отношения, Казакова и Слуцкого. Он снимал видеоматериал, как там наши истории с эстонцами. Ну, в общем, там, я такой думаю, почему бы нам не сделать? Ну, все понимали, у Саламыча, там, это тяжело, он не подходи, там, он даже близкий. А вы с ним уже хорошо общались тогда, вот скажи, или с Саламычем? Если я Станислава Саламыча знаю 80 тысяч лет, то как мы общались? Сначала вот можно ли снять вот это Станислава Саламыча? Ну, можно с ним. А вот здесь можно снять? Можно. То есть это во время тренировок, мы уже там снимали, там больших проблем не было. Даже когда я ему сказал, что, Станислав Саламыч, первое началось с того, что, я говорю, можно, мы камеру в автобус поставим, когда команда поедет на первый матч в Саудовской Аравии? Он такой, какая камера, ты что? Я говорю, просто без звука поставим камеру. Он говорит, а нельзя? И он тут же, он не говорит нет, он тут же предлагает варианты. Он говорит, слушай, возьмите камеру, поставьте, и когда мы на тренировку будем ехать на обычную, вы снимите. Как будто это мы едем на официальную игру. Ну, я говорю, там же, в костюмах. Короче, в конечном моменте он говорит, ладно, махнул рукой, ладно. То есть мы поставили две камеры, понимаешь, в начале и в конце. Уже там пошло, поехало. Потом уже там первый матч мы выиграли, настроение все хорошее. Уже после матча мы снимали. Потом, кажется, после второго матча, когда мы выиграли египтян, даже кто-то слил видос из раздевалки. Но мы ничего не выкладывали, у нас с этим было строго. Все это чисто внутренняя кухня. Да. Потом потихонечку, после матча, а потом уже до матча в раздевалку камеру мы ставили, понимаешь. А потом, самое наглое с моей стороны, это же святая святых, ты же поймешь, наверное, это установка тренерская. Да. И я уговорил, наверное, недели три его. Я сначала подошел и говорю, ну вот тут, даже я понял, что этот, что-то я борщанул. Он говорит, нет. Я говорю, хорошо. Мне через пять-шесть, смотрю, один стоит. Опять подхожу. Я говорю, вот так, вот так, чемпионат же мира. Он говорит, можно? Я говорю, можно. Он говорит, ну зачем там вдруг, а потом куда-то выйдет информация. Я говорю, дальше никуда не выйдет. А ты обещал, что это внутрянка будет, да? Да. Я говорю, нет. Я сниму, только после его разрешения. Я покажу ему, что мы хотим выдать, и только он после этого даст добро. Он говорит, хорошо. В конечном итоге я уговорил его. Он говорит, только, чтобы вас не было. Я говорю, хорошо. Мы две камеры поставили и вышли, и потом снимали. И все это было в эфире матч ТВ. После Испании перед Хорватией. Вот такая же история была с мистером Хиддинг. Я его тоже долго уламывал. Я говорю, можно подснять вашу тайнерскую установку? Он говорит, нет, нельзя. Ну, короче, я его уломал где-то на сборах. Он говорит, хорошо, ладно. Договорились. И на матче с Young Boys он нас запустил перед матчем. Ага. То есть мы сняли. Я говорю, все, мистер, вот мы сняли. Говорю, вот я показываю. Вот, нормально. Он так посмотрел. Ну, в принципе, пойдет, говорит. Вот это выложишь, говорит, в эфир, когда я умру. То есть видео у вас же есть. Я не знаю, он сохранился или нет. А вот разрешил от мистера, а мы походим. Ну, дай бог ему здоровья, пусть живет. А еще потом мы даже выставили камеру перед матчем с Хорватией в раздевалку. То есть это уже никто нам ничего не говорил. А вот скажи мне такой момент. Вот вы какой-то достигли какого-то рубежа, вот камера в раздевалку вошла. Ты в следующий раз спрашивал уже, Саламыч, или ты просто ставил молча, что как бы уже можно? Нет, мы уже молча ставили. То есть он видел, что мы с камерой, он видел, что мы зашли. То есть я смотрел на его реакцию. Если он там сказал бы, там, уберите, то есть мы, конечно, убрали бы, понимаешь? Да. Ну, команда была такая-то. Она как единая целая была, реально. Ну, вы выходили, да? То есть вы ставили и уходили камеру? Конечно. Нет, есть вещики, но это незыблемые. Туда... Даже если люди... Футболисты многие не знали, что там камера есть, потому что у них голова должна быть забыта. Ну, конечно, да. С футболом, понимаешь, а не камерами. И проще выложить в эфир, все, естественно, просматривалось там, чтобы ничего лишнего не вышло. А бывали случаи, когда футболисты просили какой-то контент, а вот они знали, что там, что было весело и смешно, и просили там, «Мурат, пожалуйста». Ну, это постоянно. Ну, это же нормально, это постоянно. Ну, а как ты реагировал? То есть не было ли опасений, что кто-то выложит то, что нельзя выложить? Нет. Тебе все же парни понимали, что там ничего такого нет. Им же это не нужно выкладывать то, что их там... Посмеяться вперед, а все остальное нет. Я слышал тоже, что после того самого матча с Хорватией в Сочи, ты лично даже общался с Федором Смоловым, может, когда он долго оставался на поле еще. Вот тебе чем вообще запомнилась та игра конкретно? Были ли у тебя вообще какие-то эмоции после? Вот ты скажешь тоже. Конечно, эмоции, конечно, были, особенно после как Фернандо забил гол. Я был уверен, что пеналь... А ты где смотрел? Ты где смотрел вот это все? Сейчас же можно говорить, да, уже? Два года прошло. У меня на Бэджике не было той самой буквы, которая позволяла мне выходить на поле. Но я выходил. Я пробирался в любом случае. То есть до матча и в конце при пеналях я уже был на трибунках, на скамейках с игроками. Ну там реально там все, каждый был там, на футбольном поле. То есть во время матча, конечно, меня там быть не могло. Я не люблю смотреть футбол вживую. Я смотрел в раздевалке всегда по телевизору. Всегда. Ага. Потому что есть повтор. Я всегда смотрел. Да, да, да. Очень давно у меня практика такая. Мы сформировали счет. То есть эмоционально мы сильнее. Хорваты постоянно несколько матчей в дополнительное время. У меня же силы тоже не безлимитные же. Я не знаю. Я был уверен, что мы пройдем. Даже когда Федя не забил, я был уверен, что мы пройдем. Все понимали, что мы там прыгнули выше головы. Давай так, скажем так. В раздевалке была гробовая тишина первое время. Вот, естественно, после любого матча. Да. Потом Федя встал и начал говорить там, парни, извините, короче, я там подвел. Все это мы снимали. Снимали. Я там... А, кстати, вот как матч закончился, Станислав Саламович первый ушел в раздевалку и лично каждого встречал и жал руку. Это тоже я запомнил. Да. А потом, вот, продолжая тему, Федор начал говорить, там, парни, там, если бы была возможность, я провел бы по-другому. И тут Акинфеев говорит, так, Федор, извиняться не надо. Выигрывает команда и проигрывает команда. Ты не представляешь, какую водошедренные слова для меня, для меня взрослого человека. Вот это была команда, да, реально. Капитан сказал там, короче, все выигрывают, все проигрывают. То есть не надо там кого-то индивидуально восхвалять или, наоборот, опускать. Это было круто. А поразил меня, конечно, Габа. Потому что... Габулов. Потому что он сел... И все это время, я там периодически голову тоже поднимал, там слезы вытирал, голову поднимал. Он так сел в одно место, в одну точку уставился. Он сел до последнего. Он ни с кем не разговаривал. Вот видно было, что он просто переживает до ужаса просто. Вот такая история произошла. А, кстати, вот в контексте переживаний. Знаешь, про Артема Зюба очень много говорили после Испании, но вот после этой игры как-то ничего не было сказано. Как он реагировал, помнишь ли? Артема вообще красавец. Вот эта фраза тоже... Я не знаю, было это в эфире, нет. Но он сказал там, всех поблагодарил, сказал, парни, спасибо, красавцы все. Через сто лет будем вспоминать, как мы возили испанцев без мяча. Я как-то спрашиваю, я говорю, Тём, откуда тебе все эти шутки? Ну, я не знаю, они сами приходят. Ну, кстати, я тоже был на той игре. Только я смотрел вот из-за тех ворот, как раз, когда били пенальти. Я был очень рад, что именно в те ворота пенальти били. Я вообще в нашем месте этим не хвастался. Ладно, забыли. Смотри, у меня вопрос про то, что было сразу после матча. Вот что ты лично делал? Вы все сели куда-то в чартер и улетели, или вы остались в Сочи? Я ушел в микроавтобус, потому что я не хотел, чтобы видели мои слезы. И затем пришел Вася, оператор, он сказал, тебя зовет Игнаш. Встретились, и Игнаш говорит, я хочу дать интервью. То есть у нас была договоренность об интервью. А Игнаш, он живет. И вот тогда он мне в камеру сказал, что завязываясь с футболом, карьеру завершил. И мы все это выложили. За что ему отдельная благодарность, он свое слово сдержал. Конечно, все понимали, что это был успех в любом случае. Просто когда аппетит же проходит во время еды, мы реально же могли хорватов грохнуть. Да. Все предпосылки к этому были. Просто не повезло. Реально. Там повезло, здесь не повезло. А если абсолютно поголовно все говорят, что если бы мы прошли хорватов, то англичан, я думаю, они нам были по силам. А там, глядишь, и... Поехали в Новогорск, все остались в Новогорске, абсолютно все. Кто хотел, тут уехал. Они должны были потом прийти на собрание. 12 часов дня, чтобы собрание у нас было на следующий день. То есть команду собрал... Это тоже мы снимали, понимаешь? Ну, мне кажется, что мы поработали плодотворно. В плане... Те люди, которые не телевизионщики, они не понимают, что мы сделали, но то, что мы это снимали, нам это разрешило, и нам это удалось, я считаю, что это успех. В плане телевизионного, потому что мы приблизились к иностранцам. Ну, давай ответим на вопросы. Поступило определенное количество. В Анжеле, в сборной тебя приглашали когда-нибудь футболисты, там, на какие-то свои движухи, там, в рестораны, не знаю, но они в любом случае как-то досуг вместе. Естественно, конечно. Я попал на свадьбу Загоева. Джаная, вот пример Джаная. Хорошо сос на меня там, я думаю, что он обиделся, но мы... Нормально, он приглашал на свадьбу, но это получилось так, что просто вот притык там. На свадьбу прилетаю, я говорю, у меня не получается, приезжай. Короче, он говорит, приезжай, бросай все... Ну, короче, я не приехал. То есть, бывает такое, естественно. Ну, а ты со всеми кавказцами так легко общий язык находишь? Или осетины? А осетины что, не кавказцы, что ли? Нет, именно с ними легче, с осетинами. Да нет, нет такого, я же не разделяю. Осетин... Просто осетин в российском футболе больше, мне кажется. Ну, да. Ну, и что? При всей моей общительности у меня давным-давно сформировался узкий круг общения, из которого я не выхожу. У меня нет много близких людей, именно близких. А общаюсь со всеми, приятельских отношений много. Я же тебе назвал 2-3 человека, которые мне не симпатичны. У тебя в пресс-службе Анжи 11 человек было, это правда? Павил меня, да ты? Нет, не было 11, 7 человек было у меня. Был блог, который сидел в Махачкале, который отвечал там за сайт, введение сайта, за программки. Ну, там за сайт отвечало 2 человека, понимаешь? Ренат, я, к сожалению, забыл второго парня, но вот у меня... Или Эльдар, оператор. У меня было 2 оператора. Монтажер, вернее, Эльдар, да. То есть мы, конечно же, далеко от «Зенита» были, но при этом у нас было лучше, чем в Краснодаре. А у вас был комментатор на сборах? Вот вы матчи показывали? Нет, комментатора не было. У нас такой еще темы не было. Это сейчас модно, любой матч. У нас были домашние матчи, мы показывали, у нас были люди, которые комментировали. То есть мы матчи дубля, мы снимали с трех или четырех камер. У нас было прямо... Вру я, видишь? Видишь, хорошо, что я помню. У нас было прямо в эфире, мы показывали их на YouTube-канале. А ты сам не комментировал никогда? Нет, я не могу. Я сейчас с тобой разговариваю, слова подбираю, а ты говоришь это. Был момент такой, что в те самые махровые годы, когда Анжи вышел, а я работал на ВГТРК, но это мало кто об этом знает, на ВГТРК из Питера прилетал «Зенит», и из Питера нам попросили трансляцию прямую. Для Дагестана это было нечто такое просто топище. Трансляция прямой эфир не на Москву, а именно конкретно на Питер. И комментаторов не было, и мне сказали, ты будешь комментировать. Вруководство сказало, давай, вперед. Ну и я такой, я не буду. Он говорит, мы тебя не спрашиваем, будешь ты или ты не будешь. Ты просто пошел. Я что сделал? Для меня это было, я был в шоке реально. Я написал три страницы, короче, А4 написал тем. В общем, скажем так, на 15-й минуте К седьмой минуте закончились все три страницы, потому что я тупо их читал от страха. К пятнадцатой минуте мы узнали, что сигнал в Питер не поступает. И ты не поверишь, я был счастлив. Потому что за это время я что только как комментатор, что только и не сказал там. Вот наши против гостей, наши. Нельзя же говорить, комментатор не имеет права говорить. Нет, это я понял, что это не мое. Поэтому, когда кажется людям, что комментатор пришел там, отработал и ушел, это не так. Это труд. Я писать тоже не люблю. Я типичный телевизионный журналист. Я вижу картинку, беру интервью и подгоняю текст к интервью. Я даже тексты пишу короткие в сюжетах. Потому что мое твердое убеждение – меня должно быть меньше, а других должно быть больше. Короче, в общем, комментатор не какой. И писатель тоже не какой. Я только писал в 2010 году для нашего интернет-портала «Спортбокс». Писал заметки в Аклике. Мурат, хотели бы сделать душевное интервью за Сашей Кокуро? Да. Слушай, ну, Саша уже дал интервью душевное. Я не знаю, что Кокуро там. Я надеюсь, он не смотрит. Да, в принципе, пусть смотрит. Я не смотрел его эфир с «Красавой». Я ни один эфир с «Красавой» не смотрел. Я не могу долго сидеть смотреть. Меня не хватает. Короче, я не забиваю себе голову лишней информации, потому что тут уже места не осталось. Как ты относишься к Черданцеву? Как к коллеге? А как к нему относиться? Какое слово? Кто вообще задал вопрос? В чем смысл вопроса? Почему после проигранного матча в Лиге Европы Мурат отчитывал интервью от ОТО так, будто он репортер Федеральной ТВ? Ну, скажем так, это не так. Я не мог отчитывать от ОТО. Но вопросы, которые я задавал, клубная пресс-служба, по идее, не должна была задавать. Я задавал реально как журналист. Мы плохо сыграли с «Янг Бойзом» и там Филипп, переводчик. И Сэм готов был давать интервью. Он редко давал интервью, но давал всегда. У нас было договорено с ним. Я говорю, вы плохо сыграли, почему вот так? Он первый вопрос ответил. Второй вопрос. Потом говорит, Филипп, что-то я не пойму. Ну, Мурат сейчас с нами как кто разговаривает? Как клубная пресс-служба или как журналист телеканала постороннего? Ну, я тоже не понял его на тот момент. Я журналист, я хочу задавать вопросы, задаю. Потом уже в самолете он подождал меня там. Сели, пообщались. И, в принципе, я не имел права задавать такие вопросы. Я не должен был задавать. Я имел право задавать без камеры, скажем так. Без камеры не должен был. Дайте пару советов начинающему журналисту. Они не боятся. Ну, реально не боятся. А чего ты боялся больше всего, когда сам начал? Я боялся интервью. Ты не поверишь, но я боялся интервью. Я думал, что задать, какие вопросы задавать. Я загонялся очень сильно. И еще я категорически его не переваривал в стендапы. Я боялся их как змея этих стендапов. Как высоты боялся их. Вперед. Не надо бояться. Вперед. Насколько сильно изменился российский футбол за последние десять лет? В каком направлении сейчас идут эти изменения? Да, конечно. Скорость во всем. Скорость в футболе, скорость мышления, скорость обслуживания матчей. Ты посмотри. Сейчас никто не успеет условно пухнуть, уже об этом все знают. Все. Скорость. Намного изменился. Во всех компонентах. Во всех компонентах. Во всех. Как создавалась передача «Спортивный интерес» на телеканале «Матч Той». Ты много в личной беседе про нее говорил. Да, давай. Я реально кайфовался с программой «Спортивный интерес». Я не присутствовал при рождении ее, потому что меня туда позвали. Меня позвали на программу «Точку» Антон Ольхимович. Сейчас он американец. Ему отдельное огромное спасибо за это, потому что он реально ввел меня в мою новую семью. «Спортивный интерес». Я считаю, что эти два года, пока нас не закрыли, это было лучше, то, что было в Москве со мной, что касаемо телевидения. После продолжительного времени. А почему закрыли? Просто матч решил уже не финансировать эту программу и все. Ну, мы зачастую были впереди планеты всей. Все самое свежее, все самое мощное, все самое скандальное или не скандальное, все самое острое было у нас. У тебя не было мысли создать какой-то свой ютуб-проект, может быть, за время карантина или телеграм-канал? Я честно тебе скажу, я реально олдскульный. Я стартер еще тот. С техникой у меня всегда были большие проблемы. У тебя же есть коллеги, друзья, опять же, с кем ты работал? Не, вот мы открывали там ютуб-канал «Зло ТВ». по первым фамилиям, короче, там три человека было. «Зло ТВ». Первое интервью я сделал с Хабибом Нурмагомедовым. Как раз когда с Сергеусом отменился матч «Бой», тогда большое интервью. Ну, я честно, я не знал, что ютуб – это кладезь для воровства, я не знал просто, поэтому мы как-то… Ну, мы, короче, окунулись туда и поняли, что так нельзя. Потом второй был Макс Новоселов, тоже мой близкий товарищ, ну, очень известный такой боец, ну, очень известный, да. Даже на интервью у него своя программа была. Ну, а что потом случилось? Что-то не так? Ну, потому что, во-первых, деньги были свои, они быстро кончились, во-вторых, мы же нулевые в этой отрасли, даже те, кто там, кто разбирался в технике там. Ютуб – это очень серьезная площадка. То есть мы думали сейчас, о, сейчас мы суперэксклюзив сделаем с Хабибом и всех порвем. Нет, ни черта, ни черта. Да, там Хабиб разошелся на цитаты, там, люди, которые там из сорока минут или часу взяли там одну-две минуты в эфир и пихнули свой канал, там, они набирали там по несколько миллионов просмотров, а у нас такого не было. То есть мы там 300-400 тысяч просмотров набрали, и все. Если ты к Блицу готов, давай тогда… Я не знаю, я готов, я не могу сидеть. Устраивайся поудобнее. А так-то я сейчас на иголках, наверное, сижу, да? Ну, пока я на иголках сижу, у меня уже тут по 20 пропущенных сообщений не отвечают. Сейчас тебя молят за мной, его нафиг, давай, давай. Сейчас генерально зайдет, скажет, это пресс-эташе сидит. Первый стандартный вопрос – три главных качества пресс-эташе. Коммуникабельность, образованность и, на мой взгляд, ну, моя больная тема – знание иностранных языков. Насколько ты тщеславный человек? Ну, не знаю. Если да, то я скрыл… Ну, я не знаю, я, наверное, скрыл… Черт, я узнаю. Это, наверное, не мне судить. Если я свою работу хорошо сделал, да, я, наверное, горжусь собой, но это будет редко. Футбольное знакомство, которым ты гордишься? Покинфеев. А как давно общаетесь? 2004-2003-го, не знаю. Сейчас будет сложно. Для кого? Для тебя, я думаю. Я же могу сказать, нет, не знаю. Для следующего вопроса. Давай, давай, давай. Кокорин или Дзагоев? Если ты про навигатора, то Дзагоев. Джанаев или Акинфеев? Акинфеев. Акинфеев – мой очень близкий, там, близкий друг, которого я знаю сто лет. Ну, СОС, как можно просто тоже отдельно сказать. Но это априори вопросы, скажем так, не то, что некорректные. Извини, что я бросаю камень туда огород. Да, ничего. Книга Мурада Латипова. Когда она выйдет, как она будет называться? Она не выйдет. Если бы твоим именем могли назвать какой-то объект, то что бы ты выбрал? Ничего не выбрал бы. Да. Я не заслужил еще этого. Есть ли у тебя какой-то скрытый талант? Да. Но он не скрытый. Лень. В этом я талантлив просто. От чего ты получаешь самый большой кайф? От карантина получил кайф. Да. Но есть побочка, я стал круглый, как этот. У меня 95 килограммов, поэтому. Три самые частые ошибки при подготовке к интервью? Мне кажется, самая первая ошибка – это когда ты не готовишься к материалу. И то, как ты приготовился к моему интервью, меня, честно говоря, поражает. Потому что я давно, наверное, такого не был. Это вот некомпетентность – это первую очередь. Вторую очередь – ставить выше себя собеседника никоим образом. И моя фишка – это не бояться задавать глупых вопросов. Твое самое провальное интервью, если такое можешь выделить? Да, их несколько, поэтому я не могу выделить одно. А самое лучшее интервью, я считаю, у меня было с Аршавиным. Как раз тоже из этой серии, когда делали истории футбола. Такого откровенного Андрюха я не видел. Он всегда откровен, но такого Андрюха я никогда не видел. Он очень умный парень. Я кайфую с ним. Жалеешь ли ты, что с кем-то не успел пообщаться? Если да, то… Да, с Денисовым. Ага. Не скрываю, с Денисовым. В Анжи был, мы договорились, потом… Ага. Где попробовать самый вкусный аварский хинкал? У мамы. Или у тети. Нет, даже у тети. Марго, я сейчас разговариваю, Марго. Схватит меня. Чуду дагестанский или осетинский пирог? Слушай, я удивлю, наверное, ни то, ни другое. Да. Ни шашлыки, ни паста какая-нибудь итальянская. Ну, естественно, чай черный. Удивил, удивил. Да. Ну и последнее. Мурат Латипов – это… Капитальный красавчик же есть. Слушай, у нас тут обычный человек. Надеюсь, надеюсь. Ну, спасибо тебе большое. В заключении я… Всем спасибо, кто вообще нас досмотрел. Тебе сейчас тяжелая работа и легкого разрешения этой ситуации. Всем спасибо еще раз. Тебе удачи, бро. Давай на связи. Спасибо. Спасибо. Спасибо за эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!